Назира Абылкосымова сегодня наконец-то получила документ от собственного жилья. Ждать пришлось долго. В жилой массив Джирын-Тамагэ вместе со своей семьёй она переехала 14 лет назад. В 2007 году они купили здесь участок в семь соток, построили дом и даже не подозревали о том, что могут столкнуться с рядом проблем. Длительное время семья не могла получить документы на недвижимость и была лишена доступа к социальным услугам. До сегодняшнего дня мы не могли оформить документы на жильё. Ввиду отсутствия прописки, у нас были трудности с обустраиванием детей в школу и детский сад. У меня четверо детей. Сегодня нам вручили долгожданные техпаспорта. Теперь надеемся, что проблем не будет. Хочу выразить благодарность правительству мэрии города Бишкек. Всего технические паспорта получили 10 семей жилого массива. Их вручил лично мэр столицы Абек Джуншалеев. Он рассказал, что это стало возможным по поручению президента. Напомним, что Садыр Джапаров обещал разобраться в вопросе узаконения земель в этом районе. Отметим, что техпаспорт не является правоустанавливающим документом. В нём указываются только технические характеристики дома. Однако это один из этапов для получения красной книги на земле, которые были захвачены самовольно. Теперь у жителей, проживающих в самозастройках, появилась возможность прописаться и получить доступ к социальным услугам. Техпаспорт на сегодняшний день даёт людям, проживающим в самовольных строениях, возможность прописаться по данному адресу, что в последующем им даёт именно получать хотя бы социальный пакет. Это школа, поликлиника, детские сады, пособия получать. Плюс это учёт со стороны государственных органов, в каких местах конкретно есть самовольные строения. Плюс это ещё возможность людям участвовать в выборах. И вот скоро в следующем году начнётся перепись населения. Всё это чтобы уточняется. И поэтому на все эти мероприятия они будут участвовать уже. Жилой массив Джерентемагэ расположен в нескольких метрах от юго-западного кладбища в селе Орок. В настоящее время здесь проживает более тысячи семей. Истории возведения незаконных домов здесь самые разные. Одни захватили земельный участок самовольно, другие построили дома без нужных документов. Однако известно, что большинство из этих участков были захвачены гражданами после 2010 года. До этого земли считались сельхозугодьями. Далее эти участки не раз перепродавались и переходили из рук в руки. До этого никто не хотел решать эти проблемы. Постоянно откладывали. Мы искали разные пути выхода из ситуации. На первом этапе правильным решением стало вручить сначала техпаспорта. Это даст возможность жителям посещать школы, детские сады, поликлиники. Ранее мы обещали, что начнём работу, как только будет принято соответствующее постановление Кабмина. Сегодня мы вручаем первые 10 техпаспортов и продолжим работу, чтобы в короткие сроки выдать документы всем жителям. В этом жилмассиве более 1200 домов, которые ждут выдачи техпаспорта. Ранее сообщалось, что в жилмассивах, в том числе Джер-Интымагы, начали работу мобильные группы, которые проводили обследование участков для изготовления техпаспортов. Всего по республике около 13 тысяч гектаров земли значатся в категории сельскохозяйственных. Согласно закону, более полутора тысяч гектаров земли по всей стране подлежат трансформации. Большинство таких участков находятся в Сокулугском и Аламодунском районах Чуйской области, а также в городе Аше и Карасуйском районе Ожской области.